Юные наринмарские музыканты покорили сразу несколько городов России. Ученики детской школы искусства вернулись с трех конкурсов, которые проходили в Архангельске, Вологде и Ярославле. В заполярную столицу юные дарования привезли высокие музыкальные награды. С их обладателями встретилась наша съемочная группа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но все-таки мне присудили первое место. Я очень рад. Уровень подготовки был очень высокий. Звучал Лейст, Шопен, Рахманинов. Но у меня программа тоже была достойного уровня. Но на достигнутом юный музыкант останавливаться не собирается. В этом году молодой человек планирует поступать в музыкальный колледж, а уже потом доиграться до самого высокого уровня. Да, есть какие-то мечты выступить на большой сцене с большими произведениями. Для того, чтобы блистать на большой сцене, по словам педагога, у Егора есть все данные. Он в музыкальном плане, конечно, очень одаренный. У него и моторика, то есть техника хорошая. И он выразительно хорошо умеет играть, умеет собраться на сцене. Вот это очень важно. Шансы есть, конечно. Если он будет заниматься, будет стараться, то шанс велик. Но, в принципе, он уже на большой сцене играл, потому что у него за его плечами очень много конкурсов. И за границу мы ездили, и по России мы ездили. И, в принципе, практически всегда он был лауреатом. Таких же одаренных, как Егор Шподарок, учеников детской школы искусств на конкурсе «Открытые страницы» тоже отметили. Все шесть его участников и ансамбль «Северное сияние» стали лауреатами и дипломантами конкурса. Пока они играли на клавишах в сердце России, на другом ее конце в северной части рвали струны балалайшники и гитаристы. Один из них – Дмитрий Кустышев. На областном конкурсе исполнителей на народных инструментах в городе Архангельске Дима стал лауреатом третьей степени. Мама меня всегда повела в шесть лет, и я научилась вот так играть. Что больше всего нравится играть? Вот это. Вот испанский, который играл. Почему? Потому что он хорошо звучит. Хорошо звучали все произведения, исполненные нашими земляками на Архангельском областном конкурсе. В итоге копилка школы искусств пополнилась новыми музыкальными наградами. Дети, кроме сольной программы, участвовали еще в ансамбле. Практически все дети стали лауреатами и дипломантами. Только два человека у нас стали участниками. И ансамбль занял диплом первой степени. Обрадовались? Обрадовались. Очень сложно было. Очень жесткие условия. Очень холодно было во всех залах. Конечно, детям пришлось попотеть, помучаться чуть-чуть. Но все затраченные силы были оправданы. Всего с трех конкурсов, один из которых прошел в Ярославле, ребята привезли 17 дипломов и наград.